Итак, приобрел сегодня за 1100 рублей Bluetooth гарнитуру фирмы Plantronics, модель M25. Достаточно имеет данная модель неплохие отзывы, в том числе и на Яндекс.Маркете. Для бюджетной гарнитуры, относительно бюджетной, в сумме 1100 рублей, указанное устройство является достаточно хорошо продуманно сделанным. Посмотрим русский перевод, основных достоинств, скажем так, данные Bluetooth гарнитуры. Функция Deep Sleep продлевает время работы аккумулятора до 5 месяцев, снижает помехи, шум ветра и эхо во время звонков, прослушивание музыки и указания по GPS-навигации в вашем телефоне. Кстати, на некоторых моделях, даже той же самой фирмы Plantronics, но модель ML20, у ней нет возможности по умолчанию прослушивать музыку через Bluetooth. Поэтому многие советуют, я сегодня знакомился, ставить в этом случае на телефон, есть соответствующие программы, которые можно скачать. В том числе платные, бесплатные, с Google Play, с Play Market, так называемого магазина приложений для Android-устройств. И когда вы это приложение устанавливаете на свой телефон, то возможно прослушивать музыку на тех Bluetooth-устройствах, которые не предусматривают эту передачу. Есть соответствующие, в характеристиках Bluetooth-устройств указывается обозначение, так называемый протокол передачи. Если он есть, то такая возможность прослушивания музыки существует. Ну, некоторые говорят, что когда установите на Bluetooth-устройство такую программу, не на Bluetooth, а на телефон, который возможность дает прослушивать музыку, то качество не очень хорошее. Ну, это понятно. Да и вообще качество музыки через, может быть, такие бюджетные Bluetooth-устройства по умолчанию не очень качественно передается. Но не суть. В общем, нормальная модель, многие ухвалят, хорошо держатся. И я заметил, что у Plantronics, в том числе и у данной модели, время автономной работы гораздо больше, чем у другого производителя Jabra. Есть тоже известная торговая марка, в принципе, и у ней существуют модели подобной категории, 1100, 1000 рублей, ценовой категории. Но я прочитал отзывы, и многие отмечали, вот у Jabra, там есть модели Talk, называется, Go. Многие отмечают, что неудобное расположение кнопок включения, и часто случается ситуация, что набирается последний номер. То есть, многие это отмечали. У этой модели, для этой ценовой категории 1100, у Plantronics M25, отзывы в основном положительные. Ну, давайте попробуем произвести распаковку. Достал до внутренности, с такой прозрачной, из хорошего материала, сделанной внешней коробки. Внутри имеется сам непосредственно передатчик сигнала Bluetooth-устройства. И смотрим, что в данной коробке. Так, тут немножко оторвалось, но не суть. Все будет нормально, сейчас я попытаюсь скрыть, а вскрывается, конечно, снизу. Я смотрел какую-то модель, обзор на нее, и там было вскрытие сверху. Я и тут же подумал, что и в этом случае будет сверху вскрытие. Ну да ладно, что есть, то есть. Так, достаем. Так, упало здесь у нас, в принципе, больше внутри ничего нету. Так, еще что-то падает. Посмотрите, так, все. Что у нас здесь выпало? Ага, инструкции, скорее всего. Гарантия вот этой книжечки. Здесь имеем розетку для подзарядки. И вот такой переходник для определенной системы электричества, скажем таким образом. И стандартная наша вилка. Вот, в принципе, и все. Больше ничего нету. Никаких вкладышей, допустим, дополнительных силиконовых я тоже не вижу. Ну, в принципе, нормально. Вот, посмотрите, весь комплект. Бираю коробки в стороны, непосредственно само блютуз-устройство и внутреннее содержание. Чтобы достать блютуз-устройство, необходимо вот эти усики прозрачные потянуть в эту сторону. Я вот эти усики уже прозрачные тяну. Не знаю, вот такой ножичек взял с плоскозубцами. Тяну-тяну. Вообще не знаю, как вытянуть. Сейчас буду где-нибудь отрезать, скорее всего. В общем, короче, я взял здесь ножницами отрезал, ее достал. Посмотрите, как она выглядит. Штуковина девайс на руке. Не чувствуется, да? И как она будет чувствоваться? 8 или 11 грамм она весит. Вот, имеется вставка силиконовая. Некоторые отмечают в обзорах, что от нее якобы устает ухо, если с непривычки одеть устройство кто-то ставил другие какие-то вкладыши. Вот этот заушник снимается. А в модели, кстати, ML20 данный заушник, насколько смотрел обзор, не снимается. Там он пластиковый, он может по-всякому ходить. Но вот эта изогнутая дуга, она присутствует и не съемная. А здесь, посмотрите, он снимается. Ну, в общем, ладненько. Вот, в принципе, вскрыли. Варварский. Но вскрыли. Удобно очень на камере Panasonic, которую я приобрел. Есть фонарик встроенный. И он осуществляет сейчас подсветку видео. Вы посмотрите на Bluetooth устройстве. Горит красным цветом. А красное у нас обозначает зарядка. Горит красным до завершения зарядки. Очень низкий заряд аккумулятора мигает красным три раза при включении. Режим сопряжения мигает красным белым. Так, посмотрим, что еще интересного у нас есть в этой инструменте. Вот, сюда у нас там, наверное, ничего сложного нет. Как включать, как выключать, что делать. В общем, все стандарты. Определенные рисунки имеются, посмотрите. Поясняющие кнопки управления и включения. Где-то здесь было. Но это все настолько несложно. Вот, посмотрите, к примеру, это понятно. Звонок, включение, выключение. Место для подзарядки. Ага, звуковой сигнал. И это вот этот индикатор. Ладненько, буду подзаряжать. Теперь подзаряж Discovery. Продолжение следует...